Продолжение следует... Под эту категорию попадают граждане стран СНГ. Подробнее в следующем сюжете. Один гражданин может привлечь не более пяти трудовых иммигрантов для работы в своем домашнем хозяйстве. Кроме того, период, на который выдается и продлевается разрешение, будет определяться самим иностранцам. И за каждый месяц, на который оформляется разрешение, необходимо произвести предварительный платеж по индивидуальному подоходному налогу из расчета двухмесячных расчетных показателей. Каждый год в наш Уральск приезжает не меньше 10 тысяч иностранных граждан. Один из них – Вивчарь Александр. Он приехал в Уральск давно из Саратова. Сейчас работает сторожем в дачном кооперативе «Вишенка-2». И ему каждые три месяца приходится продлевать срок пребывания в нашем городе. Это, по мнению пенсионера, конечно, лучше, чем раньше. Но все же не идеально. Конечно, шесть месяцев, другое дело. Уже человек, как-то сказать, адаптировался здесь. А это три месяца пройдет и опять езжай. Конечно, мало. Времени уходит немного. Вообще по времени сколько оформлений у нас? Да, по оформлению. Видите, сколько народа. Ну, за один день можно все сделать? Ну, наверное, можно. За один день. Также в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена ответственность физических лиц за привлечение трудовых иммигрантов без соответствующего на то разрешения или заключение трудовых договоров по выполнению работ в домашнем хозяйстве более чем с пятью иммигрантами. За это придется поплатиться рублем. На первый раз это 55 тысяч 560 тенге. Если работодатели на этом не остановятся и вновь нарушат закон, то уже второй раз придется выложить из своего кармана 92 тысячи 600 тенге.